2 апреля в день рождения Ханса Кристиана Андерсена отмечается Международный день детской книги. Всем малышам, да и большинству взрослых в этот день рассказывают о том, почему важно читать. Первым осмысленным произведением в жизни становится именно детская книга. И от ее качества зависит очень многое. Начало формирования в отдельно взятом человеке полноценной личности. Героини нашего сюжета считают, что нужно читать и ходить в библиотеки, а модные интернет-гаджеты должны лежать на дальней полке. Конечно, для детей, я считаю, лучше книги ничего нет. Никакой интернет никогда не заменит книгу, никогда не... И вот эти все книги, они, конечно, помогают в развитии ребенка. И таким маленьким детям, конечно, я считаю, что наоборот не нужен никакой интернет. Лучше книги читать, показывать, рассказывать. И это все будет потом давать свои плоды. Наши забайкальские писатели, которые творят и по сей день, как правило, намного лучше знают детскую аудиторию. И могут дать ценные советы молодым мамам и папам. Я все-таки считаю, что все начинается с семьи. Ну, что же делать? Ну, не получается, что все родители могут столько внимания уделять. Тем не менее, вот я считаю, что младший школьный возраст, ну, это, естественно, наша классика. Это книги про Незнайку. Это, ну, что еще? Баранкин «Будь человеком». А «Королевство кривых зеркал». Я не представляю, как без этих книг жить, потому что они очень интересные. Тот же старик Катабыч. Что же касается старшего возраста, вот мне именно с такими ребятишками приходится общаться. То, что я заметила? Вот не любит человек читать, да? А почему он не любит? Может быть, он никогда книжки-то не читал? Или, может быть, ему дали какую-то книжку не очень интересную для него? Ну, кто-то сказал, прочитал, прочитай Диккенса. Диккенс для него, конечно, в этом возрасте просто неподъемен. Ну, пусть читает «Гарри Поттера». Мне кажется, это настолько великая книга, равных которой, вот, на мой взгляд, просто нету сейчас. Именно для тех родителей, у которых нет времени читать книжки, вместе со своими детьми библиотека имени Граубина проводит специальные встречи, на которых показывает и рассказывает малышам о детских писателях. Их произведениях и жизни. Таким образом, с детства прививаю культуру чтения маленьким непоседам. В библиотеку могут прийти детки с ограниченными возможностями здоровья. Специально для них существует уютная лекотека и центр психологической поддержки. Именно здесь выявляются проблемы, разрабатывается план работы, проводятся коррекционные мероприятия и реабилитация. В 2017 году работники библиотеки провели 395 консультаций. Особенные детки тоже читают книги, играют и общаются. Также в 2016 году из резервного фонда президента библиотеки имени Граубина были выделены деньги на приобретение литературы для детей. Было куплено 1650 новых книг. Учитывая то, что на подписку и комплектование деньги не выделяются, эти приобретения до сих пор остаются настоящим подарком для читателей. К сожалению, сейчас изменилась психология чтения и практика, восприятие текста. Дети в основном любят интернет, потому что много картинок, мало информации. У нас в прошлом году была разработана в России концепция программы поддержки детского чтения. Мы надеемся, что если она будет поддержана государством, разработана будет хорошая программа и профинансирована, значит, может быть, какие-то будут сдвиги в этом плане. Радует то, что не все современные родители заняты своими делами. Есть такие семьи, где книга – это не только предмет, но и долгожданный подарок на день рождения. Мы в 6 лет стали ходить в библиотеку, когда она еще в детский сад ходила, до школы. Мы уже начали ходить в библиотеку, она стала читать, интересоваться. И с тех пор как-то и пошло, что книга – лучший подарок. Сейчас день рождения, скоро у ребенка ее спрашивают, что подарить. Она говорит, подарить книгу мне, потому что она любит читать, ей это интересно. Василиса, расскажи, какие ты любишь книжки читать. Я люблю читать книги детективы детские. Книга может разговаривать с вашим ребенком, давать ему советы и стать настоящим другом. Пока ваш малыш совсем маленький, с каждой новой книжкой вы можете подарить ему волшебство и фантазию. Юлия Сидельникова, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ.